Две игры у нас остается, Реал Соседат и Интер, и когда у тебя спрашивали, какой матч тебе понравился больше всех, и ты назвал два, я думал, ну вот, кажется, ты назовешь третьим именно Реал Соседат Интер, или, может быть, даже назовешь его первым, но в плане впечатлений у меня, ну, он где-то должен быть вверху, по крайней мере. Насколько тебя впечатлила игра здесь? Слушай, ну ты просто нарываешься. Почему? Впечатлила? Да, ты нарываешься на то, чтобы больше говорить, не пугайся. Да-да-да. Ну, во-первых, жесточайший прессинг Соседата и первый час уничтожения Интера, причем уничтожение даже в каком-то новой версии Соседата, то есть Соседата, который чувствует себя комфортно и без мяча. Это, видимо, жизнь уже без Давида Сильвы, жизнь без Ромба в центре поля окончательно, они, видимо, все переходит на 4-3-3, и даже с, там, Айр Сабелем в роли ложной девятки все равно могут спокойно чувствовать себя без мяча, отдавать его сопернику и при этом создавать моменты через прессинг. Это никуда не делось, это никуда не делось. И я посмотрел, в этом сезоне уже 4 матча из 6 Соседат проигрывал в плане владения. И они, ну, Реалу, естественно, мяч спокойно могли отдать, и даже Жероне с Сельтой. А в прошлом году за весь сезон во всех турнирах было только 13 матчей, где Соседат проигрывал во владении. Ну, это так символическая, скорее, деталь. Да, здесь невероятный прессинг, и меня удивил стартовый состав Интера, удивило отсутствие, ну, трех футболистов, которые, казалось, должны играть всегда, если это важные матчи. Нет Тюрама, который очень круто, кажется, вписался в структуру Интера, и он не только хорош в... Ты знаешь, что не Уэзи, брат? Они ведут подкаст, дай угадаю. Да, слышал про брата его, да. Ну, Тюрам очень круто вписался, он и хорош в быстрых отрывах, и поддержать мяч может, когда нужно. Здесь играл Арнаутович, бах. Ты понимаешь, что это, насколько я, если не ошибаюсь, это первая игра Арнаутовича в Лиге Чемпионов. Он дебютировал в Лиге Чемпионов, уже обладая Лигой Чемпионов. Это просто гений. Он дебютировал в Лиге Чемпионов за Вердер. А он играл за Вердер? Ты уверен? Давай, проводи расследование о своей журналистке. Ну ладно, он дебютировал за Интер в Лиге Чемпионов, будучи победителем Лиги Чемпионов в составе Интера. Уже больше 10 лет. Но ты проверяй, играл ли он за Вердер в Лиге Чемпионов. Я сомневаюсь. Но проверяй. Да, да, он играл в Лиге Чемпионов в сезоне 10-11. Это были неквалификационные игры, это групповой этап был. Да. Окей. Да, ну короче, был Арнаутович, не было Демарка, играл Карлос Аугусто. Хорошо, Карлос Аугусто великолепен, все дела. Но он только начинает в Интере, и он не так быстро вписался, как мне кажется, как Тюрам. Не сразу стартовый игрок. Ну и плюс Демарка, ну как без Демарка. И, собственно, дебютировал Павар здесь за Интер. Не было Дармиана. Ну, Павар дебютировал нормально, уверенно. Вопросов нет. Но все равно, как будто не было Дармиана. Я же говорю про впечатление от стартового состава. И это было, возможно, такой стартовый состав и такой выбор предопределил мое еще одно впечатление. Приятное впечатление от этого матча, это то, как изменил игру заменами Филиппа, господи, Инзаги, Симон. Когда он, вот, собственно, сейчас просто уничтожают Интер. Там, сколько, я не знаю, сколько там ударов было у Интера. Один к 80 какой-то минуте, к 87 что ли минуте. Сейчас я немного быстрее найти. Ну да, в общем, один удар у этих, сколько, 14, да, к 81 минуте. 14-1 по ударам. Но еще до этого игра поменялась, вот где-то минут 60. Доминирование Соседада. А потом, потом делает замены Инзаги. Тюрам выходит, выходит Демарка. И причем, а, и выходит, важно, а еще Аслани был, вот это тоже важный элемент. Аслани в стартовом составе травмировал Челханаглу. И пока, видимо, Инзаги не решается на то, на что решался в прошлом сезоне, когда травмировался Брозович. И когда он, по сути, Челханаглу туда перевел. Ну и там была ротация внутри матча. То есть там Борелла мог казаться опорником. И Генри Хакитариан. Здесь ему нужен был, видимо, против Соседада более стабильный опорник. И здесь он выпускает фротези. И все меняется. Причем, самое важное, это выход Демарка не на фланг вместо Карлоса Аугуста, а выход Демарка вместо Бастони в тройку центральных защитников. Но Демарка это не совсем третий центральный защитник. Это человек, который помогал в опорной зоне в том числе, где стал играть по большей части Генри Хакитариан. Фротези стал правой восьмеркой, этот Борелла левой. Все поменял просто от тройной замены. Изменил всю структуру полузащиты и защиты в том числе. Карлоса Аугуст так остался левым латералем, а Демарка поднимался либо в опорную зону, либо шел еще дальше с позиции левого центрального защитника и занимал позицию левой десятки. И туда вот шел прям в атакующую группу. И это в том числе помогало выходить из-под прессинга и разбивать этот самый прессинг за счет этих рывков и трудностей в адаптации к этим маневрам со стороны Сидада. Это мои впечатления. Ты там уже ушел в картинки капитально. На самом деле мультитаскинг, я тебя слушал. И скажу тебе, забегая вперед, что есть дополнение, которое я хочу сделать, но с общими тезисами я согласен. Детали я описывал четко. И в этом контексте, то есть динамика, как Инзаги переворачивал с заменами, насколько хороший был соседатель в начале с этими вещами, я полностью согласен. Но просто добавлю некоторые аспекты чуть позже. Пока результатами расследования поделюсь. Конечно же, играл, мы не сомневались в этом. Ты даже нашел, против кого играл, да? Да, я нашел даже, что он играл против Интера. В каком году? Ну, 10-11, 10-й год получается. То есть уже после победы. Да, вот не знаю, сколько вам хорошо будет видно, но вот фоточка, где в матче против Интера празднует гол Арнаутович. И по-моему, это Клаудио Писаро рядом с ним. То есть такие легенды. Да, в этой команде еще был Марко Марин. И вот, да, интересно, что именно против Интера. А теперь, как ты говоришь, отмотайте назад и скажите, в чем я был неправ, если это был сезон 10-11. Я же сказал, Арнаутович дебютировал в Лиге Чемпионов, уже будучи обладателем Лиги Чемпионов. Ну, он же уже был в Лиге Чемпионов. Ну, короче, я уже не вспомню твою точную формулировку, но из нее точно вытекало. Ну, точно оказалось, создавалось впечатление, что сегодня, вот на этой неделе он дебютировал. Вадим, а теперь давай свои тезисы. Смотри. О, у меня еще один был тезис выдающийся. Ну, давай после, давай после. Ты вряд ли о нем скажешь. Смотри, на что я хотел бы обращать внимание. То есть ты очень много внимания уделил тому, насколько хорошо там Созидар играл в стартовом этапе, какие сюрпризы были в Ставе у Интера. Мне кажется, что это как бы прямо связанные вещи, которые упростили задачу одной команды и какие-то поддавки создали от другой команды. Понятное дело, что там может вполне выселить дистанция всей группы, дистанция всего чемпионата Инзаги, но он провел ротацию, то есть это не были тактические ходы. Он Челханагу был недоступен. Во всех остальных случаях Инзаги просто провел ротацию и это сделало, как мне кажется, задачу для Релса Седана более простой. И так мы видим, что вот на таком фоне Релса Седана свои сильные стороны, свой прессинг показал очень здорово. И это все действительно так, но все-таки мне кажется, что это нужно воспринимать не как какой-то заумный эксперимент и игру Соседана против этого эксперимента, а как упрощенную для Соседана задачу, с которой он справлялся. В концовке, да, безусловно, можно сделать акцент на тех перестроениях, которые сделал Инзаги. Команду на нужных позициях он раскрыл и давление было по-настоящему высоким. И вот если коротко суммировать, что сделал Интер в последние минуты, это закидал навесами. У них с 80-й минуты было 11 навесов. То есть это может быть, кого-то не впечатлит, но если вы проецируете это на весь матч, ну, грубо говоря, за каждые 15 минут по 11 навесов, это очень впечатляющие, на самом деле, цифры наберутся, которые там за 60 выбираются. Даже не в этом суть. Можно сравнить с Интером на дистанции этого матча только до 80-й минуты. И получится, что Интер за все 80 минут меньше подавал штрафную. Интер, в общем, начал давить и давил одним конкретным инструментом. И задавил команду, которая, во-первых, не очень хорошо обороняется, когда у нее нет прессинга, а на весь матч прессинговать их не хватило. Во-вторых, у которой одним из центральных защитников вообще является полузащитник. То есть он давно играет, и он может играть в этой структуре, которая очень много нацелена владением мечом. Это игры суберния. Но вообще это полузащитник изначально. Это тоже нужно помнить. То есть сначала мы, грубо говоря, видели интересные вещи, но на фоне ротированного Интера, у которого была и проблема того, что некоторые игроки хуже, и проблема того, что нет некоторых связей, которые были на старте сезона. А потом мы видели тоже интересные вещи, но на фоне уставшего Реал Соседада, который не мог весь матч прессинговать. То есть мое главное дополнение, и это никак не противоречит тому, что ты назвал максимально интересным, но эта интересность была немножко неполноценной из-за того, что всегда была эта оговорка на таком-то фоне. И боюсь от этого нам не уйти. Обидно, конечно, что Соседад не победил в таком матче. Как должен был побеждать. С учетом того, что параллельно Бенфика проиграла Зальцбургу. И сейчас ты побеждаешь Интер, команду самую сильную в своей группе. Делай шаг. Я придумал вот это вот для мема. Знаешь, мем такой есть. Мальчик. Обидно, что Захарян не вышел в этом матче. Мужчина. Обидно, что Реал Соседад не выиграл в этом матче при таком уровне доминирования по всем параллельно. Реал Соседад не выиграл.